Бобруйск в преддверии самого главного зимнего праздника на глазах преображаются. Украшаются его улицы, здания, витрины магазинов и кафе. Вот и троллейбусное управление решило сделать подарок горожанам – запустить на линии транспорт с красочной внешней иллюминацией, полюбоваться которой можно в тёмное время суток. К слову, для организации это стало уже доброй традицией. С каждым годом стараемся какие-то краски добавить в этот момент. Но делается это всё для того, чтобы как-то поднять настроение жителям города. Напомню, что впереди праздничные мероприятия у нас будут проходить. Сегодня новогодние троллейбусы под номерами 166 и 167 курсируют по маршрутам двойки, а завтра вахту пополам уже разделят две линии. Главная идея – повысить настроение горожан, но при этом качество обслуживания не отменяется. Кстати, пассажиры сразу же оценили креативный подход троллейбусного парка. Клёво, по-молодёжному самому. Пусть я и старик, но клёво, понимаете. И на площади, и троллейбусы начали преображаться под праздник сам. Нам очень понравилось. Мы издалека увидели, думали, что это крайнее. Оказывается, что нам очень понравилось. Бежали, чтобы успеть. Очень красиво. И настроение очень хорошее. И приятно ехать. Водитель Оксана Хапанчук отмечает – от ярких огоньков настроение горожан и правда меняется. Работает в троллейбусном управлении почти 20 лет. И за эти годы повидала много благодарных пассажиров, которые в преддверии Нового года даже делали ей приятные сюрпризы. Я ехала, да. Ну и мужчина подошёл, говорит, вот такая вот девушка на украшенном троллейбусе. Говорит, можно я вам на Новый год подарю ёлку? Ну и как бы вот подарил. Что же касается самого города, то скоро Бобруйск вовсю запылает яркими огнями иллюминаций. А главная ёлка на площади Ленина зажжётся 21 декабря. Людмила Любимцева, Максим Галеонко, Бобруйск, 360.